Это же как твой второй ребенок, как говорится. Надо ее и погладить, и полоскать, чтобы работала, не подводила. Сергей Ковалев за рулем советского газа два года. Он далеко не первый водитель, сидящий за этой баранкой. От вызова к вызову, от дома к дому спешит скорая техническая помощь. Тепло не отложка. В 70-х годах по улицам города этот автомобиль накрутил не один десяток тысяч километров. После долгой и верной службы рабочая лошадка, сев теплоэнерго, отправляется на заслуженный покой. Расставаться тяжело будет с ней? Ну, тяжело. Хочется и на новой технике поработать, как говорится. А эту на покой уже надо отправлять. Свою отслужила уже техника. ГАЗ-53-12, или как ласково называют его сами водители, Фердинанд, на службе Севастополя не одно десятилетие. Но ничто не вечно. На смену старой проверенной советской техники приходит новая, по-прежнему отечественного образца. Новые «Газель-Некст» еще не успели получить свой номер, но уже прошли первую обкатку во время перегонки из гаража. Яркие и желто-красные машины укомплектованы всем необходимым для устранения аварийных ситуаций. Есть помпы, генератор, сварочная аппаратура и выдвижная лестница. Учитывая состояние севастопольских теплотрасс, такая экипировка скорее необходимость, чем роскошь. Износ тепловых сетей находится более 80%. В ходе подготовки к отопительному сезону было установлено более 280 порывов на тепловых сетях, которые были выявлены в ходе гидролитических испытаний. Но все прекрасно мы понимаем, что когда пойдет теплоноситель, пойдет расширение трубопроводов, будут случаться аварийные ситуации. Состояние теплотрасс на сегодняшний момент пока оставляет желать лучшего. И, соответственно, для того, чтобы максимально быстро реагировать на возникающие аварийные ситуации, мы обеспечили наш персонал современным оборудованием, современной техникой. Вывести новую технику на Севастопольские улицы руководство Севтеплоэнерго пообещало в ближайшее время. Равно как и закончить подготовку самой котельной на улице Рыбаков-1. В межотопительный сезон здесь был проведен текущий ремонт оборудования и запорной арматуры. Озаботились и состоянием двух вентиляторов котлов. Оценку проделанной работе дал директор департамента городского хозяйства Михаил Андреевич Тарасов. Мы сегодня, безусловно, еще ведем определенную работу по точным местам. Есть локальные вопросы. И сегодня в целом можем фиксировать, что 98-99%, если брать всю инфраструктуру, по теплоснабжению на сегодня подготовлено для начала отопительного сезона. Старт отопительного сезона запланирован ближе к 16 октября. Вся документальная часть его проведения готова. Как только температура на улице приблизится к 10 градусам выше нуля, тепло начнет поступать в севастопольские квартиры. Кирилл Попов, Виталий Козловский, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова